Доброго времени суток, всем друзья, с вами я, Эдскрайбер. У нас очередной видос на тему кастомизации миоай. Для вас большая радость, потому что делать мы все это будем без рут-прав. И у меня, друзья, танцующий миоай 11. Как его настроить? Сегодня все подробности, все в одном видосе. И это будет одни из самых интересных лайфхаков. Некоторые, друзья, я нашел сам, некоторые находятся в открытом доступе. И первое, посмотрите, я включаю свой рейдмик, и у меня здесь вот такой танцующий мужичок. Красиво? По приколу, да? После разблокировки мы включаем и видим еще одного танцующего такого чувачка. Бородатый мужичок. Весь такой симпатичный, красивый, интересный. И вот он на рабочем столе. Вот можно делать так. Куча всяких разных фишек. Но об этом и по всем подробнее, как все это настроить, чтобы все было по красоте и очень и очень интересно. Для того, чтобы вначале установить вот такие интересные живые обои на заставке, когда вы включаете, да? Кстати, друзья, не забывайте, что на этом канале проходят розыгрыши ми-бендов сразу же трех, четырех. Ну, в общем, мы много будем, друзья, разыгрывать. Так что подписывайтесь. Там самое сложное, друзья, подписаться на телеграм-канал. Все ссылочки в описании на все эти видосы, где проходят розыгрыши. Также плашечки сверху повсплывают. Итак, мы заходим в настройки. Далее мы идем в обои. Вот на эту иконку. Иконка такого человечка. Далее мы опять нажимаем обои. И мои живые обои. Здесь есть несколько вариантов. Вы увидите, что у меня уже некоторые скачаны. Вот они из них. И вы нажимаете на плюсик и выбираете, допустим, обои из вашей галереи. То есть это должны быть такие небольшие гифки, видосики небольшие. Вы можете вставить свое видео. То есть здесь тоже проблем нет. Все на ваше усмотрение. Как хотите, кастомизируйте. Можете загрузить на Google диск, фото, Google фото, ваше видео, проводник и так далее. Я, в общем, сохранил все в галерею для того, чтобы мне это было удобно. А самая большая проблема, друзья, в том, где же находить те самые гифки для того, чтобы ваш телефончик был очень индивидуален и интересен. Смотрите, у меня здесь есть Джо. Мы можем установить Джо на экран блокировки. И обратите внимание, у меня здесь появляется Джо. Вот такие дела. Согласитесь, все очень прикольно, красиво и интересно. Опять заходим туда. Мои живые обои. Нажимаем на плюсик и так далее. Может быть, вы знали об этой теме. Но мой самый большой лайфхак состоит в том, как вас научить находить вообще любые-любые видосики. И не надо где-то их закачивать, куда-то заходить, переходить на какие-то сайты. Или переходить по ссылкам в описании под моим видео. То есть я вам покажу, как это делается. Очень-очень просто. Вы заходите в Telegram. У вас должен быть Telegram. Это, наверное, самая большая проблема. Кстати, не забывайте подписываться на Telegram канал. Смотрите, здесь тоже у нас различные скидки, купоны. Вот сегодня был топ интересных чехлов на известные телефоны. То есть на всякие разные, разнообразные. В общем, друзья, подписывайтесь на Telegram канал. Там вообще все очень-очень даже круто. Допустим, вы выбираете написать кому-то письмо. Нажимаете вот сюда. То есть вот, чтобы у вас писалось. И здесь есть такая иконочка GIF. Нажимаете на эту иконочку GIF. Далее поиск GIF. И здесь вы пишете что угодно, друзья. Допустим, Вася, привет. Вася, привет. Соответственно, он будет искать вам все на эту фразу. А если мы напишем просто Вася. Ну, как бы просто Вася вообще. Вася. Вот у нас Джо появился. Здесь я его нашел. Разные очкастые Вася здесь есть. Вот. И так далее, друзья. То есть, смотрите. Куча-куча всего. Я сразу вам покажу. Далее, друзья, трансформеры. Хотите. Да вообще проблем нет. Различные трансформеры. Есть мультики. Есть видосы. Есть любые зарисовочки. Далее, Звездные войны. Не проблема. Только писать нужно на английском. Star Wars. И у вас тут есть и Йода. Все участники, какие вам только захочется. Смотрите ту или иную гифку. Соответственно, нажимаете ее отправить. Пиши, друг, в комментариях, какую гифку ты хотел бы добавить. Соответственно, вы ее отправляете. И здесь следующий лайфхак. Вы нажимаете на три эти точки и сохранить в загрузке. Вуаля, друзья. Все. Проблема решена. То есть, у вас эти гифки должны, по сути, попасть вот сюда, в недавние. Заходим. И обратите внимание, вот эта гифка. Далее мы опять заходим в обои. Переходим на значок человечка. Обои. Живые обои. Добавить обои. И моя галерея. Соответственно, переходим в альбомы. Недавние. И вот, пожалуйста, вуаля. Гифка следующая. То есть, вот так выглядит она немножечко странновато на экран блокировки. Но, когда вы заблокируете экран, разблокируете, то вы, в принципе, увидите растянутое изображение. Поэтому здесь вы можете подобрать что-то для вас подходящее. Но гифки, друзья, очень интересные. Какие только вам в голову придумается. Это, наверное, один из самых лучших лайфхаков для MIUI 11. Вторая фишка, друзья, это много иконок на одном экране. Иногда хочется, чтобы иконок было больше. Потому что экран становится больше, а иконки просто-напросто увеличиваются. Это не очень хорошо. Зажимаем мы пальцем по экрану. И видим такой доп-меню. Здесь мы переходим в настройки. И обратите внимание, сетка рабочего стола. 4х6 или 5х6. Мы выбираем 5х6. И вуаля, друзья. У нас очень много иконок появилось. Соответственно, их можете раскидать, как вам удобно. Но, согласитесь, это очень-очень прикольно. Причем в нижний виджет вы можете закрепить еще иконочки. То есть у вас там будет 6. И это выглядит очень отлично. Соответственно, они у вас никогда не меняются. Закреплены жестко и все такое. Очень удобная тема. Закрепление иконок. Далее в этом же подменю здесь очень интересный момент. Есть. Заходим. Зажимаем экран. Далее настройки. Защита от изменений. Вообще в чем прикол этой защиты? Допустим, вы можете ложными нажатиями либо удалить видео, либо его переместить. Или если у вас есть дети, то они играют с вашим телефоном и могут реально что-то поудалять, что-то переклацать, перестроить, наделать кучу папок и всего остального. Поэтому вы переходите в это меню. Опять-таки настройки. Зажимаете экран. Настройки. И защита от изменений. Нажимаете ее. Готово. И, друзья, вуаля. Все. Теперь у вас, что бы ни происходило, вы даже сами, в принципе, никуда эти иконочки передвинуть не сможете. Они у вас будут закреплены очень-очень даже жестко. Четвертая фишка MIUI 11. Мне очень-очень понравилось, друзья. Это то же самое меню. Заходим сюда в настройки. Эффекты смены экранов. Здесь куча всяких эффектов смены экрана. Слайд, наложение, мельница, книга, каскад, вращение и 3D куб. Самый классный, друзья, это каскад. Обратите внимание, как он работает. В начале. Вот прям вообще очень четко. Смотрите. То есть, один экран накладывается на другой. Тут парень у нас танцует. Все по красоте. И мы переходим в следующее меню. А назад мы переходим. То есть, это меню уходит. А тот из каскада как бы возвращается назад. Очень красиво выглядит. Каскад реально рулит. Но есть еще одно, друзья, самое, наверное, интересное. Это 3D куб. Очень красивый. Смотрите, да. Вот моя заставочка. Вот таким образом вы можете выставить. Да. И видеть сразу же два экрана полноценно. Да. То есть, что у вас на первом и на втором экране. Для того, чтобы, ну, просто посмотреть. Реально в этом режиме можно все разглядеть. Круто. В других вариантах нет такой хорошей возможности. А здесь прям вообще очень-очень даже супер. Пишите в комментах, нравится вам эта фишка или нет. Ставьте лайк, кстати, этому видосу. Не забывайте о подписке на этот канал. О всех розыгрышах. Делайте репост этого видоса. В общем, друзья, активите как-то на этом канале. Мы настроим рабочий стол. А здесь очень интересный момент. Обратите внимание сюда. Вот у меня есть здесь крестик. Я на него нажимаю. И у меня очищается вся память ненужная. Смотрите. Не нужно заходить в какое-то меню. Просто клацайте сюда. Круто, друзья? Да. Очень круто. Как все это настроить? Давайте сейчас мы посмотрим. Сейчас мы заходим опять-таки в это меню. Зажимаем экран. Далее настройки нам уже не нужны. И нажимаем на кнопку виджеты. Есть здесь разные виджеты. Вы можете поменять часы, погоду, калькуляторы и все такое. Но все это не очень интересно. Самое интересное находится сверху. Итак, чтобы добавить вот этот крестик, вы нажимаете, соответственно, на очистку. И он у вас добавлен. Вы можете на рабочий экран добавить все, что угодно. Допустим, фонарик. Круто. Далее вы выбираете, допустим, Wi-Fi. Следующий интернет. Далее, допустим, Bluetooth. Можно добавить режим полета. А крестик, друзья, как удобно. Я вот поставил этот крестик туда сверху, чтобы он был рядом с поиском. Для того, чтобы вот, ну, как бы эта кнопочка всегда была отдельно, в отдельной такой строке. Обратите внимание, у вас теперь все виджеты. Смотрите на рабочем месте. Самый крутой виджет, наверное, это фонарик. То есть реально он иногда требуется. Иногда очень, очень даже срочно. Не надо заходить куда-то в менюшку, что-то делать. Просто нажали сюда, и фонарик у вас заработал. Круто, друзья. Очень, очень даже круто. Интернет, Wi-Fi, Bluetooth и так далее. То есть вы можете настроить под себя, как вам удобно, как вам угодно. И эти клавиши вы можете расположить любым образом. Шестой момент. Это живые обои. Вот этот красотанцующий дядька на заднем плане. Очень симпатично он отыгрывает. Где же его найти? Здесь не обойтись без посторонней программы. Заходим в Play Market. И в поисковике пишем Wall Loop Engine. Есть разные там программы. Но самая такая нормальная и правильная это Wall Loop Engine. Вот она таким образом выглядит, друзья. Закачивайте ее. Там все очень-очень даже просто. Для того, чтобы установить там несколько живых обоев. А вы выберете, наверное, самые лучшие для себя. Вам нужно будет посмотреть рекламу или что-то в этом роде. Далее следующие обои уже будут платные. Но, друзья, это не проблема. Вы можете выбрать что-то такое интересное. Закачать себе. И как бы вуаля класс. Если вам, конечно, хочется еще больше кастомизировать свой телефон. То придется выложить денежки. Конечно, это не каждому по душе. Следующая такая поднастройка. Очень-очень-очень простая. Заходим в настройки. Далее расширенные настройки. Функции кнопок. Здесь вы можете, в принципе, кнопки тоже закастомизировать разным образом. Есть разные моменты. Здесь их очень много. Запуск камеры, снимок экрана. Все такое. Отключение экрана. Закрытие приложения. Но самое мне нужное. Это вот включение фонарика. Вот смотрите, фонарик. И мы его включаем двойным нажатием кнопки питания. Это очень удобно. Когда вы, допустим, в подъезде где-то идете. И вам нужно просто сразу же включить фонарик. Делайте так. И вуаля. Друзья, у вас все включено. Далее обратите внимание. У меня есть вот такие фоточки. Самые обычные. Вы можете делать фотки любого формата и качества. Насколько вас просто хватает, друзья. Видите, да, здесь мои зарисовки. Но водяной знак у вас будет выглядеть таким образом. Привет, Вася. А вы можете написать все, что угодно. Пишите в комментариях, что вы хотите написать здесь. У меня вот, допустим, привет, Вася. Или я так вижу. Или мне так угодно. И все такое. Как это сделать? Здесь мы переходим в настройки самой камеры. Открываем камеру. Далее три полосочки. Далее настройки. И водяной знак. Заходим сюда. Здесь есть водяной знак устройства. Мы нажимаем на эту галочку. Далее пользовательский знак водяной. Нажимаем сюда. И пишем любое предложение. Причем поддерживается и кирилльц-солотненец. Здесь тоже проблем никаких. И далее, когда вы щелкаете у вас, на фотографии появляется то, что вы написали там. И девятый момент, друзья, тоже касательно камеры. Очень правильная такая штука. Иногда вы заходите, допустим, да. И вот вы щелкали на 64 мегапикселя. Выходите, потом заходите. И у вас как бы появляются другие настройки. У меня сразу видите 64 мегапикселя. Что для этого нужно? Мы заходим в настройки. Далее настройки для камеры. Здесь есть такая галочка. Она называется сохранять предыдущий режим. Нажимаете на нее и все, вуаля. То есть, если вы фоткали на 64 мегапикселя, зашли, вышли, допустим, все программы выкинули. Заходим опять. И у вас опять 64 мегапикселя. Круто. Отличная настройка. Очень-очень даже помогает, если вы, допустим, блогер, снимаете часто. Это очень-очень круто. Ну и последний момент, десятый. Это разделение экрана. Вообще, здесь есть некоторая проблема. Вы, наверное, ее тоже обнаружили. Вы открываете некоторые программки. Допустим, музыку вы хотите открыть, там, темы и так далее. То есть, может быть, вы наоткрывали прок. Заходите сюда в режим многозадачности. И выбираете, допустим, настройки. Деление экрана. Окей. Вы можете разделить его с телеграмом. Но есть приложение, которое не делится. Прямо написано, приложение не поддерживает разделение экрана. Друзья, сегодня я вам покажу, как это можно сделать, чтобы все-таки экранчик делился и проблем здесь не было. Заходим в настройки. Далее у вас уже должны быть открыты настройки разработчиков. Я думаю, что вы уже настолько скиллованные, что настройки разработчиков открыть сможете без проблем. Значит, настройки, расширенные настройки внизу для разработчиков. И прокручивайте в самый низ. Не надо долго искать. В самом низу есть такая галочка «Разрешить изменение размера». Разрешить изменение размера окон в многооконном режиме, независимо от значений в манифесте. Нажимайте на эту галочку. Далее, что вам нужно сделать? Вам нужно выключить все программы и перезагрузить ваш телефончик. После того, как вы его перезагрузили, вы включаете многозадачность, делите экран и вуаля, друзья. Те приложения, которые у вас не делились, сейчас делятся и вы можете пользоваться этим. Крутой лайфхак, согласитесь, я об этом раньше не знал. Ставьте обязательно лайк с этому видео. Всем хорошего настроения. Как вам такие настройки? Скоро будут новые видосы, новые топы. Всем хорошего настроения, друзья. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok